3d биопринтер орган авт для выращивания живой ткани и микроорганов в условиях космического полета димашка про этот принтер сейчас вам все покажу сорян народ вспышка не очень музей и как этот принтер работает а и 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 Средообеспечения. Салфетки для обработки средств приема пищи. Подлинники. Бля, я жрать захотел. Упаковка с жвачкой. Сейчас фокус. Свет. Это у нас косможирач, назовем так. Питание для космонавтов. Российские продукты для космонавтов производятся только из натурального сырья. Они содержат стабилизаторов и консервантов. Дальше, кому интересно, прочтете. Электронагреватель для пищи. Установка обеззараживания воздуха поток 150 МК. Предназначена для работы на борту орбитальных станций. И бортовой холодильник. Космонавт, котом. Фокус. Стекло, народ, извините. Таблички не будет видно. Давайте я покажу и попробую ее вам прочесть. А, хотя нет, видно. Аппаратура Альфа 063, подлинник. Предназначена для медицинского контроля состояния трех космонавтов космического корабля непосредственно на старте. Далее можете прочитать. Спасательный скафандр Сокол КБ-2. И халат врача, профессора университетской клиники Майнца Атькова. 2000-е годы. Все подлинник, народ подлинник. Сначала скафандр, потом халат. Сначала скафандр, потом халат. Все тренировочные костюмы снимаю, но этот прикольный. Тренировочно-нагрузочный костюм Пингвин использовал Садьков на станции Салют-7. 1984 год, подлинник. Давайте вот это вам засниму. Итак, это письмо поэта и актера Михаила Ножкина экипажу станции Салют-7 с пожеланиями счастливого полета и тремя новыми стихотворениями от 16 июля 1984 года. Письмо доставлено на станцию Салют-7 и засвидетельствовано бортовой печатью станции. Это подлинник. Кому интересно, потом почерк расшифруйте. Красивый аварийный запас. НАЗ. Разработан на случай приземления спускаемого аппарата космического корабля в незапланированном районе. Преназначен для обеспечения жизнедеятельности космонавтов до прибытия поисково-спасательной службы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Комбинезон форель используется при аварийной посадке на воду. Форель, блядь. Надо же было так назвать. Кому интересно послушать, пожалуйста, QR-кодик. А это у нас комплекс поисково-эвакуационных машин. А это у нас комплекс поисково-эвакуационных машин. Комбинезон форель, блядь. Комбинезон форель! Комбинезон форель! Белье для проведения медицинских экспериментов. Много историй. Конституция Российской Федерации, разработка которой велась в 1992-1993 годах из коллекции Авдеева. Выносная двигательная установка. Что ж, а мы погнали вниз. Кстати, Луна. Луна, Луна, советую. Ладно, продолжать не буду, меня потом убьет кто-нибудь. Рукавоз пою. А, хотя, нам часто в жизни не хватает, дать Ганайзеру не стою. Ганайзер, прости, бро, не удержался. Ракетно-космический комплекс Н1Л3. Ракетно-космический комплекс Н1Л3. Ракетно-космический комплекс Н1Л3. Возвращаемый аппарат автоматической станции Луна-16. Ну, естественно, это макет. Луна-космический комплекс Н1Л3. Лунный посадочный корабль. Луна-космический комплекс Н1Л3. Скафандр кричит немножко щитно. Луна-космический комплекс Н1Л3. Итак, спускаем аппарат автоматической межпланетной станции Венера-4. Итак, метеорит Дронина. Железно-несгруппированный «Антоксид». В апреле 2003 года в Касимовском районе Рязанской области были найдены фрагменты крупного метеоритного дождя, получившего название Дронина. Метеорит Брагин. Железно-окаменный полосит. Найден в Гомельской Республике, Беларусь, в Гомельской области. В точке с координатами 51 градус 30 минут, северной широты 30 градусов 28 минут, восточной долготы. Среди других фрагментов общей массой более 3 тонн. И импактит Лаппайярви. Я даже не знаю, что это, надо честно скажу. Найден на территории Финляндии в окрестностях озера Лаппайярви. Автоматическая межпланетная станция «Марс-3». Спускаемый аппарат автоматической межпланетной станции «Марс-3». «Марс-3». Антенноволноводный переключатель передающего комплекса «Градиент» с ручным и дистанционным переключением. «Марс-3». Какая вот штука. Инженер отслеживает параметры радиосигнала. Ну-ка, все. Я вам оставлю. Всегда можно почитать. Аппарат телефонный, громкоговорящий связи «Хобус». Сотрудники космической приема передающей станции «Азимутам». Не хочет фокус брать со стеклом. И видеомонитор ТВ-18-15 черно-белый. Использовался для контроля видеозахвата, передаваемого с телевизионного технического центра «Останки». Вот такая вот хрень-то. Наземная станция системы орбиты. Не берет он фокус нормальный со стеклом. Поближе поднесу. Спутниковая антенна «Полюс». Применялась для работы во внутренней системе спутниковой связи Центрального банка Российской Федерации. Вот она, кстати. Нехилая такая тарель. В нее бы салатика положить. Да бочка водочки. Так, ладно, о чем это? Появлением на орбите новых телевизионных спутников у космонавтов появился не только качественный связь, но и скоростной интернет. Так, кому интересно, почитайте. Сейчас я вам текст сделаю. А вот сейчас я вам беру культу. Корабль служения космонавт Юрий Гагаев. Конечно, к вчерашнему ролику будет нести. Ну ладно. Орбитальная станция мира. Искусственный спутник Земли космос-1514 Билон-6. Он здоровый. Это технологический дубликат, кстати. Не знаю, что это знаешь, но, судя по всему, масштабик вроде как соблюден. Жидкостный ракетный двигатель РД-119. Андрогинный периферийный агрегат стыковки опас космического корабля «Союз» технологический дубликат. А рядом у нас искусственный спутник Земли «Интеркосмос-1». Разработан конструкторским бюро «Южное» под руководством «Янгелем». Смотрите, какая-то штука такая. Сейчас бы спиной ни в кого не ебать. Спускаемый аппарат космического корабля «Союз-37». Это подлинник народ. Почему-то кверх ногами на воду. Почему-то кверх ногами на воду. Спускаемый аппарат космического корабля «Союз-12М» подлинник. И, бать, как мне спустаться-то. Ну и пока я отходил, давайте попутно снимем вот это. Стартовый комплекс космодрома «Байконур» с ракетой-носителем «Союз». Стартовый комплекс «Союз-Кура» для российских ракет-носителей «Союз» на экваториальном космодроме «Кура» во французском Гвиане. Ракета-носитель «Сатурн-5» в США. Сейчас я никого не собью сзади, нет? Отойдем чуть-чуть, она здоровенькая лица. Двухступенчатая ракета «Носитель-Спутник». Четырехступенчатая ракета «Носитель-Молния». Четырехступенчатая ракета «Носитель-Молния». «Молния, ну привет!» Четырехступенчатая ракета «Носитель-Восток». Четырехступенчатая ракета «Носитель-Восток». Сейчас мы ее обойдем, а потом покажем, что там есть. Давайте сначала саму ракету. Да, тут идет экскурсия. Ну, сами понимаете, шум из музея я вам никак не ударю. А это, собственно говоря, состав. Четырехступенчатая ракета «Носитель-Молния». Ракета «Носитель-Великий поход-2Ф». «Эф, Китай». «Фокус». «Ну, китайский телефон, ты не хочешь снимать китайскую ракету?» «Ну как же так-то?» «Ну, ты чё?» Жидкостный ракетный двигатель Маршевый РД-02-13 Третья ступень ракет-носители Протон К, Протон М Вот это я понимаю, турбинку на авто поставить Ух! Ракета-носитель Протон Трехступенчатая ракета-носитель Союз Система аварийного спасения САС Ракета-носитель Союз Стыковочный модуль Кармногоразового орбитального корабля Буран Это подлинник Давайте вовнутрь заглянем Так, стекло, естественно, не ляпаем еще Ну и не могу не прочитать Орбитальный корабль Буран Разработан НПО «Молния» Генеральный конструктор Г.Е. Лозин-Лозинский Производство Бурана осуществлялось На Тушинском машиностроительном заводе Ракета-носитель Энергии Ракета-носитель Энергии Спутниковый комплекс Многоразовой транспортной космической системы Энергия Буран На космогроме Байконур Многоразы мы возвращаем аппарат Ракетно-космического комплекса «Алмаз» Парашютно-реактивная система посадки возвращаемого аппаратного комплекса «Алмаз» Все, народ, я уже немножко устаю Парашютно-пакставом «Алмаза» Прямо «Алмаза» На современном вооружении Вас и pillars Относить Парашютно-пыль Подсветка яркая не берет. Это парадная форма генерал-майора авиации Алексея Архиповича Леонова. Приглашаемся, я желаю. Кому интересны награды, сейчас если возьмет фокус, нет, тут лампа светит, ну извиняйте народ. Наша экскурсия постепенно подходит к колесу. Гелиоракета-план. Двигатели. Ну и мы потихонечку двигаемся на выход. Тут уже просто у нас красивый перидурчик, так скажем. Ну что, немножко фоток будет, совсем чуть-чуть в конце. А я с вами прощаюсь. Всем удачи, всем кусь-кусь. А с вами был РСБ, канал Зонтик Ченнел. И отдельная благодарность, каналу Сталкер 25 РУС, ссылка будет в описании, подписывайтесь, за помощь в монтаже ролика. Так как Лёшка с больной рукой, этот канал предложил свою помощь, и причем безвозмездно. Жду всех на нем. Все на радость, всем кусь.